Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике является напряженной. На настоящий момент выявлен 191 случай по данному управлению Роспотребнадзора из-за фиксированной новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске, в столице нашей Республики, выявлено 116 случаев. В Мердинском улусе – 9, в Чуропчинском – 8, в Татинском – 6, в Алданском, Верхнеколымском, Нерингринском и Усе-Алданском – по 4 случая. В Верхневилюйском, Вилюйско-Намском и Среднеколымском – по 3 случая. По 2 случая в Юлино-Валайховском, Амгинском, Верхоянском, Оленёкском, Сунтарском, Тамбонском и Хангаласких улусах. Необходимо обратить внимание, что все данные, которые представляются во время брифинга заместителя руководителя штаба моего, они представляются, исходя из данных управления Роспотребнадзора, после зафиксированных анализов. Цифра, безусловно, может отличаться от тех данных, которые фиксируются при выявлении признаков в районах и улусах нашей Республики. В последующем сама по себе эта цифра, она, безусловно, ни в коем случае не может быть поставлена под сомнение, потому что наше лечебное учреждение лечит всех, кто обращается за данным диагнозом. За весь период, за сутки проведено 2888 исследований, всего обработано за период пандемии 1 млн 458 тестов. В Республику на настоящий момент поступило 501 355 доз вакцин, и первую вакцину сегодня у нас получило 348 257 человек. Необходимо обратить внимание, что начался процесс ревакцинации, который сегодня требует ускорения, и ревакцинировано 10 431 человек. На настоящий момент из поступившей вакцины от общего объема, поступившего в республику, использовано 71,5%. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, та нагрузка, которая сегодня ложится на учреждения здравоохранения с достаточно высоким уровнем фиксации, как заболевших по данным Управления Роспотребнадзора, так и имеющих соответствующие признаки как ОРВИ, так и ГРИПа, приводит нас к необходимости совершения ряда организационных мероприятий. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины, как по коронавирусу, так и по ГРИПу. На настоящий момент, с сегодняшнего дня, карантин и перевод на дистанционное образование был определён для школьников города Якутска. С вещами я обращаюсь сегодня к родителям, всё-таки пообеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, заботиться о том, чтобы дети как можно при необходимости первых признаков ОРВИ непосредственно обращались в учреждения здравоохранения. Нагрузка на учреждения здравоохранения выросла, в том числе и по сравнению с прошлой неделью. На настоящий момент усиляются колл-центры и, соответственно, разрешается ситуация по госпитализации. Сегодня будет количество увеличенных койок в городе Якутске на 60 мест. Также увеличиваются койки в Мегино-Кангаласском Улусе, в Хангаласском Улусе уже увеличены койки, увеличены койки в Нюрбинском Улусе. Вся ситуация находится под контролем оперативного штаба. Информация получается ежедневно, раз в полсутки получается информация по заполнению койек, и мониторится непосредственно обращение как в колл-центры, так и на скорую помощь. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, идет процесс вакцинации. В Республике достаточно вакцины для того, чтобы снять напряжение, которое сегодня есть в целом среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Практически уже в каждой семье есть заболевшие, еще те, кто не провакцинировался. Все-таки мы вас ждем на наших медицинских участках, на наших поликлинических участках. Это во многом снизит тот риск и тот уровень заболеваемости, который есть в Республике. Продолжение следует...